Семья Хушидовой-Нураны переехала в новую квартиру полгода назад. Девушка признается, что отсутствие газа стало большой проблемой для жильцов. Готовить приходится на электрическое плетение от горячей воды и отопления. Болеют дети, страдают взрослые. Холодно дома, кушать не приготовишь, ребенка не помоешь, самой никак не искупаешь. Домашние дела тоже постоянно надо с холодной водой делать. Влажный опыт, естественно, тоже надо в чайнике воду греть. Если что-нибудь надо помыть, надо только так, по-другому никак не получается. Дома холодно бывает, особенно по утрам и вечерам. В днем хоть печку включаем, потеплее бывает. А ночью надо детей прям кутать и спать укладывать. По-другому у нас никак не получается. У нас вот печка стоит в той комнате и все, больше никак не получается. Дети уже заболели у нас несколько раз, перевалили уже от того, что холодно дома. Жильцы заявляют, управляющая компания недобросовестно отнеслась к своим обязанностям. Ведь именно они должны были открыть лицевые счета и договориться с газоснабжающей организацией. В принципе, нам сказали, что газ, электричество, вода есть, все есть. Там счетчики стояли, в принципе, в этих самых трубах. Мы думали, что проблем не будет. Мы предполагали, что управляющая компания нам обеспечит открытые лицевые счета этих жильцов. У них имеется задолженность. Газоснабжающая организация, то есть с ними никакие договоренности не идет. В связи с чем мы переговорили с жителями, решили создать ТСЖ, скорее всего, или поменять управляющую компанию. Мы связались с управляющей компанией, представитель которой заявил, что они не имеют никакого отношения к проблеме, так как жители дома сами захотели платить напрямую поставщику газа. Теперь собственникам квартир необходимо провести общее собрание и составить договор с газовой компанией. Ну а пока жителям многоквартирного дома остается сидеть без тепла и горячей воды. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Касписк.